Музыка В завершающий этап вышли 160 человек. Всего было заявлено 610 кандидатов. Это школьники с 3 по 11 класса и студенты вузов, в том числе Института Конфуция. Диктант проходит в трех аудиториях. На каждое задание 10 минут. Если участник его не выполняет, он выбывает из так называемого турнира и остается ждать результаты. Преподаватели, они же носители языка, без долгих объяснений заговорили по-китайски. Все конкурсанты с правилами уже ознакомлены. Задача – написать за минуту одно слово или словосочетание иероглифов. То есть времени подумать практически нет. Главное – услышать и понять тональность. После каждого выполненного задания всех тут же проверяют и выставляют баллы. Слова попадались простые. Тишина, выступать, изменения, гостиница и так далее. В принципе, легко, мне кажется. Мы все верно написали? Да. Да, сложность была просто от волнения, немножечко все забыла, ну а так все легко. Ну и вот у меня иероглиф, я его неправильно написала, и поэтому у меня 9,5. А что он означает? Изменения, изменять. Сегодняшнее мероприятие, как вызов самому себе, проверить свои знания, свои, ну иероглифы – это же самая важная часть китайского языка. Многие, кто пришли на диктант, китайский язык изучают либо в школе, либо в университете, а за дополнительным образованием идут в Институт Конфуция. Например, только в прошлом году с дипломами там выпустили более 900 человек. На первых порах нужно запомнить следующее, что на каждые полтора часа занятий в аудитории нужно как минимум три часа сидеть дома и готовиться. То есть тут очень многое значит трудолюбия. В России работает больше 20 институтов Конфуция. Один из первых был открыт во Владивостоке. В мире же это число переваливает за несколько сотен. Китаисты уверены – образование в этом направлении только развивается. Люди все больше уделяют внимание азиатской культуре. К слову, обратную тенденцию отмечают в самом Китае. Наши соседи не меньше интересуются русским языком. Вы знаете, что, честно, как русскоязычный китаец, я изучал русский язык еще со школы. Я знаю, честно говоря, мне придется признать, что русский язык является одним самым трудным языком на мире. По крайней мере, по моим собственным опытам. В тотальном диктанте поучаствовать мог любой, кто занимается изучением китайского. При этом цель – не просто проверить свои знания, но и выиграть состязания. Победители смогут стать претендентами стипендиального фонда Института Конфуция и отправиться на стажировку в Китай. Валерия Белоус, Василий Косилов. Новости на восьмом. Новости на восьмом.